В России, как только ты создашь бизнес, который работает и зарабатывает без тебя, на следующий день у тебя его отберут. Дорого, больно и с гарантией. Гарантия на то, что будет больно. Самый неэффективный генеральный директор вашей компании – это вы. 75% уголовных дел против бизнеса – заказуха. Это, кстати, причина, почему не быть генеральным директором – важно. Я еще тебя добью сейчас. Люблю совпадения случайные. Все персонажи вымышленные, да? Привет, ребята! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги – лекция. Лекция – как управлять судьбой. И беседовать я буду с четырежды доктором наук, с профессором бизнес-практики Шир МФТИ Ситниковым Алексеем. Прошу любить и жаловать. Давайте поговорим на тему, которая самая главная тема в жизни любого человека. Вы счастливым. И когда я студентам где-нибудь там начинаю говорить на эту тему, говорю, ребят, для вас же не физика, не химия, не экономика, не политология важны. А вам же важно это использовать, чтобы выстроить свою жизнь. Все кивают головой, говорю, скажите, судьбу? Да, да, да. А с вами кто-нибудь вообще о судьбе хоть раз говорил? И всегда грабовая тишина, потому что ни разу никто на эту тему с ними не говорил. Существует несколько мировоззренческих позиций по отношению к судьбе. Первая мировоззренческая позиция по отношению к судьбе – это религиозная позиция. Я не знаю, знаете ли вы этот факт или нет. В мире всего 12% атеистов. Неожиданно, правда? Что такое атеист с точки зрения судьбы? Атеист – это человек, который полностью принял на себя ответственность за собственную судьбу. Может быть спросить, сколько в зале атеистов? Ну, это всегда не очень корректная тема. Как бы у нас же есть тайна веросповедания. Кроме того, то, что 12% атеистов – это не значит, что 88% верующих. Первый инсайт, да? Игра с ненулевой суммой, да? Когда ко мне приходит очень верующий пациент, и я вижу, что он верующий, я себя очень неловко чувствую. Ну, потому что мы с ним три часа общаемся, и когда мы с ним уже спланировали, что делать, какие действия, как поставить цели, какие инструменты, как распределить ресурсы. И он внимательно все слушает, записывает. А потом я жду этой фразы, когда он встает и говорит, ну, спасибо, Алексей Петрович, хотя все равно все в руках Божьих. Чего приходил? Там как Бог даст, да? Да-да-да. Чего приходил? Вон церковь рядом, туда иди. Второе отношение к судьбе – магическое отношение. Оно еще до-до-до религиозное. И понятно, откуда оно появилось. Когда человек не понимал причин каких-то событий, он придумывал какие-то понятные ему объяснения. Знаете, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение. И первый тип магии, он базируется на представлении людей, что если два объекта пересеклись в одной точке пространства и времени, то с этого момента их судьбы будут связаны. Поэтому магия называется контагиозной. Понятно, откуда она появилась. Один человек больной, другой здоровый. Пересеклись, я видел, как они поздоровались, на следующий день смотрю, здоровый стал больным. Ну, контагиозная магия, судьбы связаны. Вот помните Индиана Джонс? Там, помните, сделали куклу, куклу повязали волосами Индианы Джонса, полили кровью только что убитого петуха, чтобы в одной точке пространства и времени. И потом с помощью куклы управляли им. Или, может быть, помните, был такой великолепный фильм с молодым Микки Рурком «Сердце ангела», как раз вот про юго-восточные штаты Америки, Америки, где как раз много выходцев из Африки. Там тоже много про вот эти ритуалы вуду. Кажется, далеко где-то Африка, Америка. Да нет, мы тоже эти ритуалы соблюдаем. Когда мы идем по улице и не хотим пересекаться с черной кошкой, ну, это же вуду. Это верно в отношении к некоторым людям? Вот мы, если с некоторыми людьми находимся, то мы такими и становимся. Ну, мы заражаемся. Особенно женщины умеют друг другу передавать родовые программы. То есть, поэтому я никогда не выступаю на семинарах, на которых там собирают 300 неуспешных женщин. Потому что каждый из них домой принесет 299 неэффективных инструментов. Вот с кошкой понятно, но вот есть еще один ритуал. Вот поднимите сейчас руки те, у кого в семье есть такой ритуал. Если кто-то уехал сегодня, то нельзя делать уборку и выбрасывать мусор. Ну да, но есть же. Есть сколько? Один? Нет, во многих семьях такое. В средней полосе России очень распространено. Понятно, что мы таким образом оправдываем свою лень. Андрей, я тебе говорил, что тут... Да, понятно, что мы говорим. Ну, мы не верим в эти суеверия. Бабушка расстроится. Мы ради бабушки, конечно, не будем сегодня убирать. Вот. И, вы знаете, все равно это казалось каким-то мракобесием, таким несерьезным, пока не появилась квантовая физика. В квантовой физике есть теорема связанности, которая говорит следующее, что если взять две микрочастицы из... элементарных частиц из одного атома и послать их со скоростью света в разные концы Вселенной, пройдет миллион световых лет. Между ними будет два миллиона световых лет. Если с одной частицей что-то происходит, то с другой частицей что-то происходит в ту же самую секунду. А с точки зрения теории информации, информация не может лететь быстрее скорости света. Это значит, что информация о том, что с первой частицы что-то произошло, будет лететь с опозданием на два миллиона лет и никогда не догонит первую частицу. И никто не понимает, как это происходит. Это происходит в ту же самую секунду. Ну, кажется, теорема, это, наверное, теория. Если бы не одно «но». Помните, по-моему, два или три года назад Владимир Владимирович Путин в квантовом центре, который я консультирую в Сколково, уже разговаривал по квантовому телефону. В чем фокус квантового компьютера или квантового телефона? Если я нажал кнопку на своем компьютере, то на компьютере в Нью-Йорке что-то произойдет в тот же самый момент, без миллисекунд задержки. Мало того, это же самая лучшая в мире криптография. Сигнала нет. Нечего ловить. Это очень похожая ассоциация, что мы находимся в полноте. В полноте что-либо происходит везде. центр вселенной, центр сферы. Я думал, я людей запутал, но я, оказывается, не крайний еще. Давай так, ассоциация. Представьте себе центр сферы воображаемой, центр сферы, который находится везде. Запутал, да? А ну теперь все ясно. Есть другой вид магии, тоже очень древний, который базируется на другом представлении людей, что мельчайший элемент какого-то большого объекта несет в себе все характеристики этого большого объекта. И эти характеристики передаются независимо от количества материи. То есть передача происходит через частичку. Но самое главное, что передается не материя, а передается характеристика через эту частичку. Тоже кажется, какой-то такой бред, если бы не название этой магии. Название этой магии гемиопатическое. Когда мы с вами покупаем вот эти сахарные шарики, которые называются гемиопатические лекарства, вы должны понимать, что фармакологи нервно плачут, потому что там ничего нет. Взяли волосок смелого животного, размешали в ведре с сахаром. Условно размешали, попробуйте размешать. Волосок в ведре. Он же не растворяется. А потом вот этот сахар там пакуют, и передается смелость, а не волосок. Фармакологи не понимают, как это происходит. В большинстве стран гемиопатической медицины не считаются медициной, лекарства не считаются лекарствами. В Великобритании, например, гемиопатия не оплачивается страховкой. Если бы я работал психофармакологом, я бы тоже, наверное, возмущался. Но я все-таки там консультант, коуч, психотерапевт, и с моей точки зрения, если работает, ну и хорошо. Я не знаю ни одного дома в России, в котором не было бы какого-нибудь гемиопатического лекарства. Это плацебо? Нет. Или это другой эффект? Нет. Вот разница. Это не только плацебо, это не только плацебо, вот это мы и не понимаем, потому что это не только плацебо. Третий тип отношения к судьбе – это оккультный тип отношения к судьбе. Это когда люди верят, что моя судьба зависит от того, в какой день я родился, какая дата, как цифры сложились, и какой сейчас там знак зодиака. Вот у меня секретарь, куда-нибудь еду, она говорит, Алексей Петрович, да не едьте-то, почему? Это ретроградный Меркурий. Я говорю, ну я готовился, ну как? Не-не-не, не надо ехать уже, бесполезно. Психологи долго изучали этот момент и проводили кучу экспериментов, можете их найти в любом учебнике психологии, когда в большой аудитории раздаются их астрологические профили и говорят, вот мы вам рассчитали астрологический профиль, и человек читает, ну точно я, ну я вот рыба, точно, да? Проблема в том, что раздают случайным образом. Когда начали выяснять почему, оказалось, что просто в астрологических текстах, в гороскопах, в предсказаниях и гороскопах используется так называемый Милтон-язык. НЛП очень хорошо описала этот язык. Он так устроен, специально устроен, что любой человек в этом тексте увидит себя. Существует много достаточно разговоров на эту тему. Вы должны понимать следующую вещь. Как только в информационном пространстве появляются сложные для понимания слова, и как только на телевизоре появляется очень много эстрасенсов, это значит, власть пытается отвлечь людей от какой-то серьезной проблемы. Когда появилась ваучеризация, было совершенно понятно, что под этим словом ваучер, который никто не понимал, кроется просто приватизация десятью людьми. Решение о том, чтобы на телевизор вышли Кашпировский и какого-то второй-то был Чумак, это было решение Болиберска КПСС. Я очень много преподавал в спецслужбах, притом в разных странах. И один из моих студентов в высшей школе военной контрразведки очень увлекся тогда психологией. И сейчас он является генеральным директором студии, где снимается битва экстрасенсов. И как-то он ко мне заехал. Я говорю, слушайте, не стыдно, ты полковник, контрразведчик, уже 12 лет показываете по телевизору передачу, а потом эти все экстрасенсы, которых вы показали, они едут по стране, собирают стадионы, а нам потом их перелечивать, всех этих людей. Он говорит, Алексей Петрович, мы не можем закрыть эту передачу. Почему? А у нас самая дорогая реклама в стране. Если люди верят в то, что мы показываем, они покупают все, что мы рекламируем. Я говорю, ну тебе-то самому-то, ну ты сам-то в это веришь. Он говорит, Алексей Петрович, я же контрразведчик. Я веду дневничок, и что, ну я фиксирую все результаты. Вот у нас действительно было 2000 экстрасенсов, в каждом передаче несколько экспериментов, то есть у нас порядка 10 тысяч экспериментов, хорошая статистика. Говорю, ну и что, Алексей Петрович, 10 тысяч экспериментов за 12 лет ни один из этих экстрасенсов сам ничего не угадал. Говорю, подожди, подожди, подожди. А вот это вот там на свече, там вот только что нашли там труп. Говорит, это наши сценаристы, им рассказывают, что делать. у меня вот на прошлый тренинг приехала женщина, она представилась как тренер-коуч, психотерапевт, ну такая, такая копна волос, золотые зубы, три класса образования из Казахстана. Приехала, а я на первой лекции рассказываю, там, как устроена нервная система, как там симпатическая, парасимпатическая, пирамидальный путь, какая часть мозга за что отвечает. Перерыв, кофебрейк, она подходит ко мне и говорит, Алексей Петрович, очень интересно, конечно, но мне это не надо. Подожди, ну ты коуч, психотерапевт, ну как тебе не надо, это же, ну, основы физиологии того, что ты делаешь. Говорю, как же ты работаешь, если ты это не знаешь? Она говорит, да я не очень работаю. Ну как? Она говорит, я работаю всего лишь один час в месяц. Ну ты принимаешь пациента? Нет, я не принимаю пациента. А как же ты работаешь коучем-психотерапевтом? Она говорит, я провожу эфир, какое-то количество людей на него записываются, платят деньги. Говорю, много записываются? Она говорит, ну, 150-200. Говорю, много, тысяч. Я говорю, а сколько у тебя подписчиков в Инстаграм? Она говорит, 5 миллионов. А сколько ты берешь? Говорю, она говорит, ну 100 долларов беру. Говорю, 200 тысяч человек, 100 долларов, 2 миллиона. Говорит, ну это не основная, не основные деньги. 2 миллиона за час работы. Хорошо. Чем-то не тем я занимаюсь. Вебинар-то про что? Она говорит, а я в вебинаре, в прямом эфире вызываю дух Ротшильда, и он рассказывает им, куда деньги тратить. Куда вложить? Алексей, а ты дашь ссылочку на этот вебинар? я сейчас еще расскажу. Потому что я как бы хотел бы пожать руку ему. Подожди, ты о комиссии сама договорись, дам ссылочку. Откуда ты голос-то берешь Ротшильда? Э, муж стоит за ширмой. Я говорю, подожди, ты сказал, что это не основная зарплата? Она говорит, нет, это не основная. Так я же получаю полтора процента тех фондов, куда они вкладывают. А они вкладывают от тысячи до десяти тысяч долларов. Тысяча тире десять. В среднем пять тысяч долларов они вкладывают. Пять тысяч долларов умножить на двести тысяч человек. Ребята, сколько это? И на полтора процента. Пятнадцать, двадцать миллионов долларов снимает за день. Дальше. Есть такой своеобразный подход, судьбе, кармический подход, который базируется на неправильном понимании слова карма. Вот эта фраза, типа, это моя карма, куда я денусь? То есть предопределенность, калия. Это неправильное определение слова карма. Мне пришлось потратить пять лет на перевод двух рукописей из библиотеки Дели, которые сто лет никто не мог перевести. Очень сложный перевод, очень сложный текст. Пришлось нанять двадцать профессоров санскрита и восточной философии, чтобы перевести две эти книги. Мы их разослали по всем библиотекам, они изданы, чтобы самому понять, что такое карма. Только тогда, когда я писал предисловие к этим книгам, я сам понял, что такое карма. Карма – это непредопределенность. Вот, пожалуйста, имейте это в виду. Согласно индусам, древнеиндийским представлениям, есть атман – душа. И этот атман – душа перерождается с каждой новой жизнью, перерождается в новом состоянии. Ну, то, что называется колесо сансары или метампсихоз, или перерождение души. И когда атман доходит до человеческого перерождения, будет четыре человеческих перерождения. Это касты. Есть шанс пятый раз родиться человеком, а это состояние называется бодхисаттва. Ты уже бог, но ты родился еще человеком в человеческом облике. Это, на самом деле, легенда о Христе, о пророке, легенда о Будде. Это как раз бодхисаттве. Для каждого из этих перерождений существует набор правил, которые нужно соблюдать. Если ты их соблюдаешь, то твой атман перерождается на ступеньку выше. Если не соблюдаешь, то переродишься опять тем же, а если жестко нарушаешь, то переродишься на ступеньку ниже. Вот с точки зрения индусов, мы с вами, христиане, находимся в последнем человеческом перерождении. И кармой для христианина является набор правил для христианина заповеди Моисея. То есть заповеди Моисея с точки зрения индусов является кармой христианина. И то, что они называют слияние атмана с брахманом вселенским, мы называем раем. То есть соблюдаю, я вот туда. Алексей, можно уточнить, смотри, мне нужно как научного деятеля тебе, вот практики самопознания, они могут, например, для россиян, ну, или для исповедующих одну какую-то религию в культурно-историческом контексте, подойдет ли им практики самопознания, например, индусов? Помогут ли они им? То есть как влияет культурно-исторический контекст? Помогут. Помогут, безусловно. Все равно практики самопознания, познание себя, человек-то одинаков. И вот с точки зрения кармы надо понимать, что это не предопределенность. Я влияю на свою судьбу. И вот последний такой рациональный подход к судьбе это подход, который базируется на следующем утверждении. Наша судьба, она в наших руках, и если это даже иногда не так, то все равно так полезно думать. И зависит наша судьба от четырех вещей. Первое. От того, насколько мы адекватно понимаем, как устроен этот мир, его законы и их соблюдаем. Второе. От того, насколько мы разумно используем и умеем развивать собственные ресурсы. Третье. От того, насколько мы умеем меняться адаптироваться и учиться. И четвертое. От того, насколько мы разумно распоряжаемся своим временем. Вот если четыре процесса я взял под контроль, то я управляю своей судьбой. Теперь следующее, что нужно понимать, когда мы выстраиваем судьбу. Мы с вами носители европейского стиля мышления, который был когда-то создан теми самыми объективными идеалистами, Платоном, Сократом, там, две с половиной тысячи лет назад, которые описали мышление человека следующим образом, что в мире есть существующие объективно формы, которые они назвали эйдосами. Я просто беру одну из этих форм. Ну, когда я собираюсь строить дом, я же не придумываю с нуля, что такое дом. И беру эту форму, ставлю перед собой, называю телосом, потому что я сейчас собираюсь к нему двигаться. А дальше Аристотель предлагает следующий формат, что для того, чтобы выстроить процесс достижения телоса, нужно телос разложить. И последний шаг разложения телоса будет первым шагом действия. И получилась очень стройная модель, которая сформировала всю европейскую цивилизацию, что ты раскладываешь телос, последний шаг разложения является первым шагом действия. То, что мы называем там задачи, этапы, да, и для каждого этапа будет какое-то средство. В течение практически 25 веков все были уверены, что только так можно мыслить. И в этом был уверен человек по имени Клаузевиц, Карл фон Клаузевиц. Что он сделал? Он написал в 19 веке книгу «Теория военного искусства», в которой попытался этот принцип применить для того, чтобы прогнозировать, кто победит в войне. были специальные формулы, как считать, формулы очень простые, что один всадник – это три пехотинца, один лучник – пять пехотинцев, крепость – это в пять раз умножай силы, наступаешь нужно в три раза больше. Когда он написал эту книгу, он говорит, я сейчас могу предсказать фактически любое военное сражение, давайте проверим на исторических фактах. И какое-то количество исторических фактов действительно по этой формуле сработало. Но было много фактов, в которых все было наоборот, и он был вынужден разводить руками и говорить, ну, наверное, был талантливый полководец. Это исключение. Наверное, был талантливый полководец, но эта фраза, она уничтожила его самого. Только тогда, в середине девятнадцатого века, впервые начали задумываться, что есть другие стратегии мышления. И тогда перевели знаменитую книгу Суньцзи, которая была ровесником как раз Платона и Сократа, и написал свою теорию войны под названием стратегемы. И вдруг оказалось, что есть другое мышление, которое базируется не на телос, не на цель, средство, а на других двух категориях син и ши. Син – конфигурация, и ши – потенциал заложенной конфигурации. И тогда Суньцзи сказал эту гениальную фразу «Нужно добиться такого состояния вещей, чтобы нужный тебе исход не мог не произойти сам». И если европейская цивилизация считает, что чего-то можно добиться, имея внутренний ресурс, и победит тот, кто имеет больший внутренний ресурс, то восточная традиция иньская, она говорит, что существует баланс между двумя главными энергетиками мира. Одна энергетика – это янь, другая – инь. Яньский тип мышления победит тот, у кого больше внутренний ресурс, у кого сильнее армия, у кого сильнее экономика, у кого острее стрелы, внутренний ресурс. Янь рассчитывает на то, что нож прочный, длинный и острый, а метафорой инь является вода. У нее нет задачи разрушить, у нее нет задачи вот так сломать, проникнуть. Она использует баланс поверхности, она обойдет этот камень, она тоже туда попадет, только не так. Мало того, она этот камень утопит, она его по-другому побеждает. И когда сталкивается нож и вода, это ножу кажется, что он побеждает, он ее режет, а ничего не происходит. Он даже не замечает, как побеждает она. И побеждает именно потому, что он металлический и острый, потому что он в ней ржавеет и через какое-то время развалится. И вероятно, он даже не борется с ней. А не с чем бороться. Не с чем бороться. Это как в Айкидо. Нет контрудара, нет блока, а не твоего дара. Какую-то ассоциацию для современного мира, вот это нож, вода, может быть какая-то социальная комбинаторика сложных систем. Очень невыгодная ассоциация с современным миром. Клаузиец пишет лучшей формой ведения войны является бой. Ассоциация пишет лучший бой, не начатый бой. Клаузиец пишет для того, чтобы победить нужно разрушить инфраструктуру страны противника и уничтожить всю его армию. Ассоциация пишет а зачем разрушать инфраструктуру страны противника, которую ты хочешь захватить тебе же это восстанавливать. А зачем уничтожать армию? Тебе же надо, чтобы там кто-то работал. Очень современно звучит. И вот сейчас происходит восстановление баланса энергии, когда природа, которая столкнулась с человеческой цивилизацией и человеческая цивилизация до 30 тысяч лет назад была инской, был матриархат. основой жизни племени было собирательство и очаг. И 30 тысяч лет назад человек впервые на палку привязал камень. И оказалось, что мужчине проще этим пользоваться. Потому что женщина была перманентно беременна, и у нее все время висели на руках дети. То есть это оказалось орудие мужское. Мужчины и женщины по-разному устроено мышление. Я как нейрофизиолог хорошо помню. Вот мужской мозг, вот женский, они отличаются очень сильно. Вот здесь есть структура, называется мозолистое тело. Это каналы между правым и львым полушарием. У женщин этот орган развит намного сильнее, чем у мужчин. Поэтому у женщин по-другому восприятие, по-другому восприятие цветов, запахов, вкусов. У мужчин синий, красный, зеленый. Фукси может придумать только женщина. Женщины по-другому воспринимают. Айсни, что такое Фукси. Тебе девушки объяснят. И оказалось, что вот этот мужской тип мышления от женского отличается сильно, потому что вот связь право-лево-полушария, логики эмоций как раз приводит к тому, что, во-первых, женщина может держать много объектов в голове, то есть мыслить контекстом, а мужской мозг ориентирован на достижение цели любыми средствами. То есть он достаточно примитивный в том смысле, что цель есть, задачу вижу, пока задача не решена, буду ее решать. Как только задача решена, сразу теряется к ней интерес. И вот природа столкнулась с тем, что мужское тип мышления управлял цивилизацией человеческой в течение 30 тысяч лет и завел цивилизацию в тупик. Вот это стремление к достижению цели любыми средствами и привело к тому, что мы произвели оружие уже в 10 раз больше, чем можно землю уничтожить. Мы экономику развивали, достигая каких-то экономических показателей, конкурируя друг с другом так, что богатые становились богаче, бедные становились беднее. Вот Томас Пикетти написал великолепную книгу «Капитал 21 века» как раз про то, какие основные проблемы современной экономики. Это как раз не думание о последствиях, а думание о последствиях это как раз стилистика женского типа мышления. Мужчина думает только о цели, только женщина думает о последствиях, мало того, у женщин за счет связи эмоций и логики гораздо лучше работает интуиция, но мужчины и так это знают. И природа приняла решение увеличивать количество женской энергии в смысловых сферах. Мы видим, что женщин все больше становятся в политике, президенты, премьеры, министры обороны, в бизнесе есть корпоративный стандарт уже. В Америке уже нельзя взять ни кредит, ни выставиться на бирже, если у тебя нет какого-то количества женщин. И вот смотрите, какая хорошая статистика. Например, если женщин в парламенте становится на 5% больше, то вероятность конфликта или войны этой страны уменьшается в 5 раз. Если женщина принимала участие в переговорах с любой стороны, вероятность того, что будут соблюдаться договоренности в течение 15 лет увеличивается на треть. Хорошая статистика. А вот смотрите, что происходит в экономике. Из 10 самых дорогих компаний мира половина это уже иньские компании. У них в собственности ничего нет. Это яйцеклетки. Вы знаете, что стекло Кайвотч делает только один завод в мире на юге России? Частный завод. И почему-то никаких санкций его не коснулись. Apple самая дорогая компания в мире. 3 триллиона. Но стоимость Apple это не стоимость производства. А дальше смотрите. Google, Amazon, Facebook. У них собственность ничего. В собственности только информация о нас. И главный капитал информации о нас. Они зарабатывают информацией обо мне. А должен зарабатывать я. А вот пример. Смотрите. Никто даже не мечтал обогнать Мэриот, Хилтон и Хаят, которые сто лет назад скупили самые лучшие дворцы в центре городов. Но нет больше в Москве, вокруг Кремля исторических зданий, в которых можно было бы сделать отель. И никто не пытался их обогнать. Яйцким способом, скупая чего-то еще, их обогнать невозможно. Но это удалось яйцким способом. У R&B который стоит столько же, сколько они все вместе нет ни одной комнаты в собственности. Мы учим детей декомпозировать объекты, а на Востоке учить детей воспринимать мир целиком и себя частью этого мира. А вот теперь метафора, запомните ее, пожалуйста. Вот пловец, это янь, прыгает в воду, у него бицепсы, тридцепсы, кубики на животе. Он начинает плыть против течения, но если течение хотя бы на 5% быстрее, чем он может плыть, его снесет. Всего на 5%, даже не в разы. Янь янь небольшое отличие и победа у того, у кого больше ресурсов. Как весовая категория в боксе. На 20% больше боксер весит, уже трудно с ним биться. Я же не говорю про 60-120 килограмм, вообще бесполезно. И вот он вплывает в море и на него идет волна 10 метров высотой. Да без шансов. Она в тысячи раз его сильнее и там будет момент, когда нужно будет плыть вертикально вверх, он не сможет. Что ему нужно сделать? Да ему нужно забыть, что у него есть мышцы. Встать на доску и стать серфером. И тогда ему все равно, какой высоты волна. Запомните, пожалуйста, это очень актуально в 21 веке. Победить того, кто тебе сильнее в разы, можно только иньским способом. какая-то ассоциация иньского способа, чтобы привязаться, это построить сообщество, конфедерацию, сделать что-то над компаниями. Взять контроль над процессом, а не над ресурсом. Над. Поэтому мы будем много говорить про то, почему важно становиться частью каких-то сообществ, конфедераций, объединений, надосрослевых, межконфессиональных и так далее. Это способ построить вот эти иньские проекты. Вот теперь мы же говорим не только о человеке. Давайте сейчас пойдем немножечко в сторону организации. Вот посмотрите, пожалуйста, на этот список дескрипторов. Такие слова-то человеческие. Да, мы обычно про людей говорим эти слова. А взят он из очень интересного эксперимента. Большое количество респондентов попросили своими словами характеризовать, как они чувствуют, что они думают по поводу компании Фочун 500. Оказалось, что так же, как мы очеловечиваем собаку, мы также очеловечиваем организации. Мало того, мы даже технику очеловечиваем. Мы говорим компьютер, что-то он барахлит. Такое ощущение, что я думаю, что у него есть мозги, собственная воля, характер. Люди интуитивно считают, что у организации тоже есть нервная система и тоже есть интровертность, экстравертность, стабильность, невротичность. То есть наделяют свойствами человека организацию. Именно вот это дает уже нам право социальным технологам, психологам относиться к организации, как мы относимся к человеку, думая, что у организации тоже есть нервная система, а значит, есть ситуация характера. Вот я три года был советником Грефа и отвечал за трансформацию Сбербанка. И вроде у нас получилось. За создание экосистемы, создание совершенно нового типа банка с хорошим онлайн интерфейсом, с хорошим современным сервисом. Сберовский софт считается в мире самым лучшим банковским софтом в мире. Я 28 лет уже профессор в Штатах и последний раз перед ковидом как раз лекции читал Монтерея это такое американское МГИМО. И со мной в соседней комнате читала лекции ведущий специалист, главный специалист по цифровизации Всемирного банка. Мы подружились и я ходил к ней на лекции, она ко мне. И однажды на одной из лекций она мне сообщила, ну она читала лекцию и я услышал факт, который не знал. И он вас тоже приятно удивит. Россия единственная страна в мире, в которой цифровизация государства опережает цифровизацию бизнеса. Таких сервисов, как у нас налоговый сервис, госуслуги, единое окно, да. Таких сервисов в мире нет нигде. Таких инфраструктурных сервисов, как у нас сейчас там по транспорту например в мире нет. Такого софта, как Сберовский софт в мире нет. У меня дети, дети, мы же когда-то инициировали создание вот этих Сбердевайсов, всех этих колонок там. Ну и у меня дети, им 13 лет, двойняшки. Такой, пап, купи нам, пожалуйста, колонку и вот камеру вот сюда вот Сбертоп. И такие сидят, смотрят кино или сериал какой-нибудь. И в камеру говорят, там же жестом еще можно, и там, мало того, эта камера тебя распознает и переключает на твой аккаунт по голосу либо по внешности. И у меня дети 13-летние. Да, пиццу закажи, пожалуйста, мне еще эти самые куриные крылышки. И через 15 минут телевизор тебе привозит куриные крылышки и пиццу. Даже не это, интересно, вы не знаете, наверное, есть такой сервис, ты смотришь кино и тебе понравился свитер. Ты говоришь, стоп, мне вот этот белый свитер, пожалуйста, 48 размер. И он завтра к тебе придет. Да где в мире это есть, ребят? Или я к Грефу как-то приезжаю, он как раз хвастался мне этим порталом, он подарил мне этот портал. Вот, приезжаю к Грефу, он говорит, Леха, смотри, 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 смотри. Салют. Алексею Ситникову перечисли, пожалуйста, 100 рублей. И мне чпок. 100 миллионов. А там нет функции, что от Алексея Ситникова перечисли мне. А это идея, это идея. Это идея. Правильно я понимаю, что можно находить в твоей организации, ну, где ты владелец или управляющий, некий тип субкультуры, то есть носителей определенной субкультуры и давать им больший ход в зависимости в какой... Главное, чтобы он там был. То есть вырастить можно только, если что-то уже растет. Зачаток уже есть. Да, потому что навязать того, что там не растет, нельзя. Помните, как Дуров говорил, не надо учить собачку делать то, что хочешь ты. посиди, понаблюдай, что она любит делать и подкрепи. Любит она крутиться через голову, вот ты просто это подкрепляй и через какое-то время она будет делать совершенно супер номер. Не надо собачку, которая любит крутиться, заставлять прыгать. Ты посмотри, что там. То же самое в корпоративной культуре. Вот у меня самая сильная команда в стране, если не в СНГ, которая создает корпоративные культуры. Мы делали РЖД, Роснано, РАОЕС, Сбербанк, Самрук Казана и еще сотни организаций. Первое, что мы делаем, мы проводим очень глубокое исследование, за что мы можем зацепиться и что вырастить. Но нельзя пальму вырастить в тундре. Нет идеальной корпоративной культуры. Корпоративная культура делается под стратегию, которую задал учредитель. И она должна выполнить, помочь выполнить эту стратегию. Раз. Во-вторых, в корпоративной культуре можно зацепиться только за то, что есть. Невозможно зацепиться за то, что нет. Ты вообще знаком с таким подходом, когда стратегия является производной от полезной субкультуры. То есть, сперва исследуют антропологическое исследование, проводят, наблюдают очень феноменальные проявленности, а потом говорят, как эту собачку, которая крутится, как сделать так, чтобы вот это кручение собачки, какая стратегия реализуется именно с помощью вручения собачки. Я бы так сказал, это можно сделать, но есть большой риск, что эта стратегия окажется неэффективной с точки зрения задачи учредителя, потому что, если учредитель собирается эту компанию развивать и передать по наследству, то это одна стратегия. А если он собирается ее повысить в цене и продать, это другая. И в этом плане интересы коллектива и людей могут быть абсолютно в контре с интересами владельца и создателей. Зато это социальный коллайдер невероятный. круто, да, только учредитель будет недоволен. Для общественных организаций, смотри. Для общественных, да, для общественных, да. Потому что там понятна цель, там, цель это общественное благо в бизнесе. Если мы вот это делаем, помнишь? Просто задача бизнеса является все-таки как бы захват рынка и прибыль. Можно захватывать здесь, а можно создать общественную организацию, которая станет мамкой, маткой для всех бизнесов и захватить сектор. Ну, то есть, тогда задача захвата заключается, ну, решается не на вот этом уровне, Ну, в простонародье это называется политикой. Ну, да. Современный, подход к ЭЧАРу и корпоративной культуре за последние 20 лет очень сильно изменился по сравнению с тем, что было в прошлый век. Было два скандала, которые полностью поменяли отношение к ЭЧАРу. Обратили внимание, появилось очень много лидерских программ. Лидеры России, лидеры 21 века, лидеры третьего тысячелетия, лидеры госуправления, лидеры социальных реформ, молодые лидеры человечества, каких только лидеров нет. Америки очень любят то, что называется мета-исследование. Когда берут просто все исследования, которые были на эту тему, собирают и подбирают, как бы проводят через статистику. И провели исследование результатов деятельности у пустников лидерских программ. И оказалось, что у пустников лидерских программ в среднем не показывают никаких отличий от пустников обычных программ. И когда пришли к генетикам, генетики ответили, да мы 50 лет вам уже говорим, лидерству научить нельзя. Лидерство на 50% это генетика, а на 50% результат жизненного пути. Никакими курсами, лекциями, встречами невозможно изменить жизненный путь. Нет ни одного нобелевского лауреата, у которого было легкое детство. Тяжелое детство человеку с хорошим детством уже не создашь. И вот это стало просто кризисом, потому что оказалась следующая вещь. Смотрите, такая метафора, психотерапевты любят метафоры. Смотрите, я взял несколько пружинок, материал пружинки это генетика. Стеклянная пружинка надавил на человека, он сломался сразу. Чугунная надо сильно давить, но сломается. пластилиновая надавил, уже даже не пружинка, клякс. Медная надавил, вот где закончил давить, там остановился. Остальная пружинка это есть генетика лидерства. Чем больше нажал, тем выше прыгнет. Давайте наоборот. Стеклянная пружинка тяну, хруст сразу сломался. Чугунная надо сильно потянуть, но сломается. Пластилиновая потянул, это уже сосулька, уже не пружинка. Потянул медную, докуда дотянул, там остановился. А теперь внимание, стальная. Тянул вверх, что он делает? А он сжимается вниз. Самое страшное, что можно делать с лидерами, это им помогать. лидеров надо провоцировать. Дорого, больно из гарантии. Гарантия на то, что будет больно. А второе, что стало просто кризисом, кризисом в Ичаре, это вы обратили внимание, большие корпорации, все старались строить последние 50 лет корпоративные университеты. Мы строили, когда я работал корпоративный университет и собирался стать ректором этого корпоративного университета. И тут вдруг появляются исследователи, которые и Чарщики вместе с генетиками, уже наученные лидерством, начинают изучать софт-скиллс руководителей разного уровня. И оказалось, что в больших корпорациях существует семь уровней руководителей. Нижний уровень, человек, у которого трое подчиненных, начальник отдела. Верхний это 300 тысяч подчиненных. И когда изучили их софт-скиллс, оказалось, что всего два софт-скилла отличаются друг от друга. Первое это количество процессов, которые человек способен перерабатывать, одновременно держать в голове и понимать их взаимосвязь. Вторая черта, которая их отличает, это способность горизонту планирования. Нижнему не нужно уметь планировать больше, чем на квартал. А если верхний уровень не умеет планировать на 30-50 лет, то у компании нет будущего вообще. Фокус в том, что оказалось, что обе эти черты генетически определены. И сейчас существуют тесты, которые позволяют понять твой диапазон не выше третьего уровня, не выше четвертого уровня. И если раньше пытались вырастить снизу, то сейчас поняли, что такого человека, который способен стать грефом в компании, где 300 тысяч человек, может просто статистически не быть. Мало того, времени на выращивание просто нет. И сейчас стратегия кадровой работы больших корпораций перекупать. Нет времени растить. Перекупать. Алексей, сейчас многие такие, сейчас пройду тест, и он покажет. Лучше не буду проходить, и я вам так скажу, не надо никакой тест проходить вам, всем здесь. Знаете, что сразу сделать? Если вы собственник компании, выйдете из операции, все эти знания только нужны для того, чтобы еще раз уяснить, самый неэффективный генеральный директор вашей компании, это вы, владелица. Менеджмент владельца всегда приводит к проблеме. Это практически закон менеджмента. Вот дальше мы выходим на понятие корпоративной культуры, которая является такой иммунной системой организации. Вот когда я начал заниматься корпокультурами, там Сбера, там РЖД, там Роснано, РАОЕС, Самрука, еще сотни компаний, мы изучили все источники, все опыты, которые по корпоративным культурам были, и успешные, собрали все определения корпоративной культуры. И одно из них, например, вообще очень смешно, корпоративная культура, это только ведут себя люди, когда вышел начальник. Что-то в нем есть, потому что ведь не воруют не там, где жестко контролируют, а там, где твои коллеги не позволяют тебе это делать. Это вопросы безопасности компании. Если не круто много болтать, если не круто выносить ссоры из избы, если не круто, слишком много рассказывать о том, что внутри, вовне. Мы долго создавали модель корпоративной культуры, вот то, что сейчас я вам покажу. PricewaterhouseCoopers, например, работу моей группы в Сберии оценили в 900 миллионов долларов в год дополнительной прибыли каждый год. Фактически это три группы параметров. Первое это нормативные элементы, это то, что вытекает из стратегии. Да, это никуда мы от этого за что можно зацепиться и понимание чего там нет и что вырастить там нельзя. А третья часть это инструментальные элементы, они являются тоже частью корпоративной культуры и оказывается, что как раз разработка этих инструментальных элементов является основной задачей технологов, которые создают корпоративную культуру. Теперь еще. Мы с вами живем в стране, в которой политические риски бизнеса самые большие в мире. Политические риски это вероятность изменения правил игры. Сегодня у меня был человек, который сказал, что все на мне держится, все на мне держится, все процессы на мне, на моих связях, на моих компетенциях, на бессонных ночах. Как бы мне из этого выйти? Тебе не получится выйти, потому что как только ты создашь бизнес, который работает и зарабатывает без тебя, на следующий день у тебя его отберут. К сожалению, это правило игры. И вот смотрите, как устроена структура здесь. Я это у Титова взял, потом я его честно спросил, говорю, ты отвечаешь за цифры? Только что крест поставил на выходе из оперативного управления, ты знаешь, как психолог такой, надо выходить, но когда выйдешь, вот, и, то есть ты взял деньги за консультацию, а в конце консультации сказал, если выйдешь, отберут. Возвращайся лучше, Леша, давай как-то это, мы все-таки обнадежим людей, чтобы у них перестали быть бессонные ночи. Сейчас увидишь, как я обнадежен, сейчас, подожди, я еще тебя добью сейчас. Мы каждый год слышим, что будет упрощаться условия ведения бизнеса, и каждый год все убеждаются, что все только усложняется. Чем больше сокращают людей, которые контролируют бизнес, тем больше их становится. И вот это вот исследования, которые были проведены, и Титова говорит, ты отвечаешь за слова? Он говорит, я Путину докладывал, отвечаю. Ну, хорошо, вот сейчас эти доложенные Путину цифры вам покажу. Во-первых, 78% бизнесменов считают, что контрольные функции и вмешательство только увеличивается. Второе, такая ужасная статистика, 42,9% уголовных дел против бизнесменов создаются с личным интересом сотрудников правоохранительных органов, органов судов и органов власти. 32,1% это заказуха конкурента через органы власти, через судебную систему, через следственные органы. И только 7% имело под собой реальное нарушение закона. То есть из 10 уголовных дел только одно имеет под собой реальное основание. Это, кстати, причина, почему не быть генеральным директором важно в компаниях, которыми вы владеете. Все. Бинго. Спасибо, Леша. Да, да, да. 75% уголовных дел против бизнеса заказуха. Дальше. По вашему мнению, можно ли считать ведение бизнеса в нашей стране безопасным? 57% нет. Ну, на графике-то так, а я сейчас оживлю вам эту цифру. Представьте себе, вы садитесь в самолет, бизнес-класс, стюардесса вам приносит фужер шампанского, вы упиваете шампанское, у вас поднимается настроение, и вы решили пошутить. Девушка, скажите, пожалуйста, какая вероятность, что мы не долетим? Она принимает фужер и говорит, 57%. Оживил цифру, правда здорово? Теперь по-другому вы ее восприняли. 57%. А вот еще, только 47% бизнесменов готовы продолжать заниматься бизнесом после первого же уголовного дела. Вот такая российская статистика. А теперь что делать? Для того, чтобы все-таки ты играл, по твоим правилам играли, какой ты должен быть, каким ресурсом. Там мы говорили про ресурсы личности, сейчас говорим про ресурсы бизнеса. Первое. Первый ресурс это концептуальный, идеологический. Концепция это понимание, где я, адекватное понимание, без иллюзий. Понимание, куда, понимание, как. Как это стратегия. Вот если человеку есть концепция, он адекватно понимает, где он находится, то конкуренты, ситуация на рынке, понимает, куда он движется. И хорошо просчитал, как. Он силен. Вторая часть этого ресурса это идеология. То есть концептуально-идеологическая. Идеология это по Ленину объяснение населения, что происходит на языке населения. Это объяснение, что получит общество, что получат все от того, что я делаю. То, что идеально получилось у Ленина, три фразы, которое нищую безграмотную Россию повело за интеллигентом, знавшим семь языков. Мир народом, земля крестьянам, фабрики рабочим. Очень простые на их языке и реализация их потребностей. Дальше. Владимир Вольфович, это противоположная история. У него не было концепции, но была очень хорошая идеология. Он входил в зал, говорил, так, рабочие, поднимем зарплаты, студенты, поднимем стипендии. Пенсионеры, поднимем пенсии, бизнесмены, мы понизим налоги. И все аплодируют, каждый услышал то, что хотел услышать. Проблема в том, что это несовместимо. Потрясающе совершенно. Он умнейший человек. Это один из самых умных людей, которые я видел в жизни. И он очень хорошо понимал, когда мы возили Ельцина по стадионам, он танцевал, нам это не дало ни одного голоса. Почему? Да это неестественно. Нельзя быть неестественным, нельзя продавать то, чего в тебе не видят. Не может молодой венчурный бизнесмен приехать к пенсионерам на Майбахе, ходить и говорить, я очень хорошо понимаю, как вам тяжело. Потом еще закончат, это вы держитесь. Любие совпадения случайные. Случайные. Все персонажи вымышленные. Дальше. Коммуникативный ресурс. Понятно. Почта, цеграфт, телефон, интернет. Следующий. Организационный внутренний ресурс. Понятно, что если я директор Автоваза, у меня 100 тысяч сотрудников, в их семьях 300 тысяч человек, это сила. Дальше. Организационный региональный. Понятно, что у моего предприятия, есть еще субподрядчики, и эти субподрядчики тоже имеют своих сотрудников. Понятно, что на Волжском заводе все предприятия этого города, они все заинтересованы, чтобы реализовывались интересы завода. Организационный федеральный ресурс. Связь с госкорпорациями. Административный региональный. Дружба с губернатором, с местной властью. Административный федеральный. Дружба с Москвой. Командный. Понятно. Команды – это те, с кем я обсуждаю стратегию. Это 5-10 человек. Кадровый. Кадры – это те, кого мы наняли реализовывать наши цели вместо своих за деньги. Если ты не управляешь своими целями, закон Carmelogic, то ими управляет тот и другой. И деньги чаще всего платят, это еще один закон Carmelogic, деньги чаще всего платят за отказ от собственной цели. Дальше. Харизма. Деньги. И силовой ресурс. Судебная система. Силовики. Бандиты. К сожалению, в регионах до сих пор важный ресурс. И вот мы начали изучать эти 13 типов ресурсов. Вот под такой формуле считалась суммарная суммарная величина влияния конкретной элиты, когда все элиты в регионе, а их от 30 до 200, суммируем, должно получиться 100%. Соответственно, считается вес ресурса, то есть важность в этом регионе. И умножить на долю ресурса, которым я владею в этом регионе. И мы получали суммарный ресурс каждой элиты. Вот 7700 элит. Чтобы вы понимали объем информации, рекламный буклет этой базы данных был более 1000 страниц. Это было 80 шкафов, дисков. Вот смотрите, как был устроен на России в 2000 году. На первом месте финансовый ресурс, на втором, притом 24% важности денег было в 2000 году. На втором дружба с губернатором, третий концептуально-идеологический, на четвертом харизма лидера. Подводим черту 58%. Значит, очень богатый человек, который выстроил отношения с губернатором, либо сам губернатор, имеющий концепцию, умеющий ее объяснить, имеющий харизму, уже был самым влиятельным человеком в регионе. И посмотрите на последний пункт. Москва влияла административно-федеральный ресурс. На процессы в регионах всего 2%. Еще полгода Ельцина, Россия бы развалилась, как Советский Союз. Уже печатались деньги Сибирской республики, Сибирской республики, Дальневосточной республики, Уральской республики, Исламское государство Поволжья, Казачье государство Юга России. Это все уже было напечатано, уже все были готовы. Полгода Ельцина развалился бы, Россия. Есть разные совершенно регионы, то есть в регионах разная влиятельность разных ресурсов. Деньги, например, важнее всего были в Приморье, но были два региона, например, в которых не нужны были деньги, мерились не деньгами. Это Чувашия, где ни у кого нет денег и Тюмень, где у всех есть деньги. Там, знаете, эта история, судья говорит, эти дали миллион, эти дали миллион. Придется по совести судить, то есть мериться чем-то другим. Дальше, в каких-то регионах Москва еще влияла, а в каких-то регионах Москва наоборот и до сих пор, кстати, имеет отрицательный ресурс. Великий Новгород уже 12 веков, не авторитетен тот, кто дружит с Москвой. Харизма. В каких-то регионах харизма нужна, в каких-то нет. Больше всего харизма нужна в Тамбове. В Тамбове. Знаете почему? Я в Сбере, я в Сбере как раз проводил, семинар рассказывал, встает Тамбовский, глава Сбербанка, он сейчас глава Поволжского банка Сбера, встает, говорит, а я знаю почему. А у нас самое большое количество тюрем. И что? А все же остаются у нас все по понятиям. Если ты не можешь отстоять свою точку зрения силовым путем, ты никто. И вот так мы считаем ресурсы. Вот если три элиты, вот они, 13 ресурсов, мы считаем, как это устроено, вот это из наших расчетов жузов для Казахстана. И, соответственно, видите, дальняя элита, серый, самый высокий ресурс, ближняя элита, самый высокий, черный. Моя задача их столкнуть между собой. Ресурсы из региона никуда не уходят. Я столкнул этот ресурс этой элиты с этим ресурсом этой элиты. Когда они начинают ими бороться, щепки летят, а мои задачи их подбирать. И в результате вот про двух дерущихся тигров мы вот эту стратегию мы реализовывали, когда выстраивали войны между элитами, усиливая свою элиту. Вот. А вот смотрите, что сейчас происходит. На первом месте наоборот Москва, на втором месте губернатор, дружба с губернатором, дружба с Москвой, дружба с губернатором. На третьем неконфликтность и имидж среди элит, заметьте, не публика, не СМИ, не репутация среди людей, а не ссориться с другими элитами, потому что у них тоже есть связи в Москве. И на четвертом месте организационно-федеральный ресурс. Ты должен быть нужен госкорпорациям. Если эти четыре ресурса у тебя есть, тебя никто не тронет. А дальше выводы. Смотрите-ка, интересно. В Москве, если ты ставишь представителя своей компании, например, логистическая компания, нужно поставить обязательно очень сильного логиста, человека, который компетентен, авторитетен в сфере логистики. А Ростове-на-Дону не надо ставить специалиста в логистике. Нужно ставить человека, который умеет ходить в баню, ездить на футбол, на рыбалку ездить. Иначе он ничего не решит. Вроде одна сторона, абсолютно разные HR-стратегии, абсолютно разные стратегии развития компании. Ну вот, то, что я хотел вам рассказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Супер! Значит, Алексей, два дополнительных вопроса. Мне кажется, очень интересно. Было очень много лайфхаков, кстати, можно пользоваться. Итак, про ретикулярную формацию. Сейчас моей рукой управляет бессознательная, бессознательная, которая имеет доступ ко всем ресурсам. Я сейчас попрошу бессознательная показать, каким образом она вступит со мной в диалог и будет отвечать мне «да» на мои вопросы. А вот теперь я могу задать себе вопрос, нужно ли мне пить красное вино? Я сейчас представляю себе красное вино и жду ответа. Очень много было дополнительных вопросов про отключение какой-то части мозга и про приведение руки в онемевшее состояние. Люди не верят, что это так. Можешь повторить? Требуем эксперимент. Кто хочет попробовать? Ты поддаешься гипнозу? Наверное. Все, внимание. Ты только что встретился с Богом. Это достаточно известная техника психотерапии. Мы ее используем, когда нам нужно получить ответ от бессознательного, минуя сознание. Но при этом можно вести в глубокое состояние транса, когда человек уже не... Если бы я дочитал до 10, он бы провалился и уснул. Но чаще всего нужно, чтобы сознание было свидетелем, и мне нужно, чтобы человек видел, что бессознательно ответило. И поэтому такое... Ну такое заторможенное, да, Дим? Заторможенное такое состояние. Заторможенное такое, пол-полутомное, вот там немножечко кружится, руки немеют. Надо некоторое... Здесь напряжение, потому что здесь они немели, а тут вот на границе чувствительности. Здесь не чувствуют, а здесь чувствуют. На этой границе возникает сильный такой вот покраничный эффект. Есть такое явление постгипнотическое состояние, вот Дима сейчас в этом постгипнотическом... Ну согласись, да, ты такой сейчас заторможенный. И в этом постгипнотическом состоянии, когда у человека происходят какие-то изменения, логика находит там управдание. Например, если в гипнозе человеку сказать, когда выйдешь из гипноза, то ты сядешь в зал, возьмешь зонтик, откроешь его, будешь сидеть с таким зонтиком. И человек выходит, кажется, что он проснулся, он садится в зал, вдруг у него появляется желание взять зонтик, и он сидит с этим зонтиком. А когда к нему поворачиваю, а что ты зонтик-то, он говорит. И он придумывает, а вы знаете, я провожу испытания зонтиков и сидит с зонтиком посреди. И его... Это называется постгипнотический транс. Алексей Ситников. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ